Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Очевидно, я очень сильно простудился, еще у меня не слышит одно ухо. Возможно, это видео я в будущем переозвучу, возможно, оставлю так, как есть на память. Да, я сейчас нахожусь, очевидно, не дома, я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге. И до этого я провел некоторое время в Москве. Как видите, климатизация прошла очень плохо, потому что каждый раз в Москве, я заболел в Москве, каждый раз в Москве я сильно болею, потому что для меня там очень сухой воздух. И сейчас у меня, наверное, это называется ларингит. До этого у меня была очень высокая температура, каждый раз в Москве у меня температура и проблемы с желудком. В общем, как-то я вот не дружусь с северными городами. Несмотря на то, что путешествовать с температурой мне не привыкать, да и в Москве я каждый раз болею. Все равно очень люблю Москву, сейчас и в Петербурге впервые в жизни, потому что до этого я два раза, по-моему, покупал сюда билет, но каждый раз приходилось давать по разным причинам. Ну, наконец-то я смог сюда добраться. Здесь по сравнению с Москвой, конечно, воздух гораздо более влажный, поэтому я себя сейчас чувствую здесь как просто, как в родном болоте, потому что я вырос на болотах, провел все детство на болотах, в болотистой местности, поэтому здесь мне вот самое то. Да, пара слов о Петербурге. Я понимаю, почему очень многие люди не любят Петербург, потому что нужно очень влюбиться в этот город, чтобы в нем жить, чтобы в нем находиться длительное время, потому что здесь достаточно холодно, я бы сказал грязно. Да, здесь, пожалуй, грязно по сравнению даже с Владивостоком, я имею сейчас в виду не вот эта грязь на улицах, я имею в виду именно мусор. Здесь какой-то я живу в центре, у меня из окна видно Исаакиевский собор, купол Исаакиевского собора, но тем не менее здесь на улицах валяется очень много мусора разного сора. Ну, в любом случае, я, конечно, в восторге от города, я здесь всего три дня. Ну, это потрясающая архитектура, это живая история, это очень интересное место, которое нужно обязательно посетить, и всем считаю, не только из России, но иностранцам тоже. Да, вообще, в этом видео я хотел рассказать о том, что я беру с собой в дорогу, какую косметику беру с собой в дорогу, поскольку это все еще блок косметики, очень боюсь ненадолго. В общем, и сегодня покажу три средства, одно из которых стало неудачным выбором, а два других стали неожиданно, не хотел их брать, но они стали для меня неожиданно спасением в этой поездке. Да, как я говорил, в Москве был очень сухой воздух, у меня очень сильно высохла кожа, она буквально отваливалась ошметками, эти ошметки оставались просто везде. Кроме того, что в Москве у меня очень высохла кожа, так у меня еще... Я находился на третинаине, я пользовался третинаином, я перешел с ретиной в амазе на третинаин, и у меня на него кожа реагирует плохо, у меня очень сильное раздражение, также тоже сухость, шелушение, усиленная московской погодой, мне, в принципе, было очень плохо. И тот крем, который я взял в качестве увлажняющего, это... Я его, конечно, покажу поближе. Это еще артефакт, артефакт, наверное, да, с лактобионовой кислотой и молочной кислотой. 5% я хочу сказать, что обзор на него более подробный будет позже. Я сейчас только знакомлюсь с этим брендом, но выбрать этот крем в качестве увлажняющего в дорогу, в сухой климат, в сухо-холодный климат, это была большая ошибка, особенно если вы на ретиноидах. Да, если вы на ретиноидах, лучше не использовать кислоты. Ну, я люблю эксперименты, и мне, в общем-то, не привыкать, чтобы у меня от лица отваливалась кожа в несколько слоев. Так что я решил взять его, и это была большая ошибка, поскольку крем увлажняет очень слабо, но отшелушивает он очень хорошо, и моя перексфолиированная, обезвоженная кожа была от него просто в шоке. В общем, крем мне не нравился, пока я его не взял вот в этот климат сейчас. Я вообще абсолютно не могу пользоваться, я лицо мажу либо кремом для кожи вокруг глаз, либо вообще мазью, я ее сейчас покажу, потому что кремом я этим пользоваться здесь не смог. Надо будет найти время, пойти поискать какую-нибудь альтернативу, что ему тоже такое приятное, но с гораздо более лучшим увлажняющим эффектом. Следующее, что я хотел бы показать, это маска. Это, кстати, все у меня сегодня только русские бренды, на удивление, да? Но я думаю, что в ближайшее время, по-моему, причинам их станет больше на канале. Так что следующий бренд это лабораториум Ceramides Mask. Ceramides Mask. Не могу сказать это слово, к сожалению. В общем, это обязательно маска для лица с церамидами, и вот она меня спасала. Она меня спасала, спасает, потому что такая сильная стянутость, сухость на лице, шелушение. Вот она очень хорошо убирает. Она достаточно длительное время, как минимум на сутки неплохо убирает стянутость на коже. Я ее всегда, всегда передерживал. Я ее держал 30-40 минут, потом ее смывал, и то не особо тщательно. И вот благодаря ей моя кожа чувствовала себя несколько лучше. То есть это рабочая маска. Здесь есть органовое масло. Я давно заметил, что все средства с органовым маслом хорошо влияют на мою кожу. Церамиды мы понимаем, что это, в общем-то, родственные кожи липиды, из которых состоит межклеточное вещество вокруг наших клеток кожи. Поэтому церамиды, само собой, тоже очень хорошо повлияли на восстановление кожи от сильной сухости и вот в таком холодном сухом климате. Не знаю, что многим может не понравиться. Например, моей подруге, которая эту маску нечаянно использовала на волосах. Да, моя подруга всю эту маску выдавила на волосы, использовала ее на волосах. Кстати, ей даже понравилось. Ну, в общем, здесь есть такой запах, который понравится мало кому. Запах тимьяна. Я обожаю тимьян. Я раньше выращивал у себя тимьян, поэтому я очень люблю его запах. Но кому-то он может показаться таким лекарственным. Обзор на эту маску более подробный тоже будет позже. Еще неожиданно очень странная находка, которая меня здесь спасает. Простите. Которая меня здесь очень спасает. Это, прости господи, монастырская мазь. Мазь монастырская, гладкая кожа. Освещенная. Где там освещенная она? В общем, это что-то очень православное. Я имею в виду такое, как религиозная, выцеркновенная косметика. Она пахнет немножко... У нее очень приятный аромат. Она пахнет розой. Она пахнет медом. Здесь есть какие-то такие немножко ноты ладана. В общем, аромат просто невероятный. Мне очень нравится. Сама по себе она имеет такую маслянистую восковую текстуру. Прям часто чувствуются масла, мед. Здесь очень много масляных экстрактов различных растений. В частности, имбиря, сафлора, девесила. Здесь очень много разных компонентов. Есть, собственно, растительные масла. Есть воск, мед. Поэтому ощущается кожа очень хорошо. Тает, неплохо даже впитывается. Но, конечно же, оставляет жирную пленку. Потому что здесь в основном масло. И она мне очень помогает. Вокруг носа я мажу. Потому что приходится очень часто сморкаться. Очевидно. Нос, губы, носогубный треугольник. У меня очень сильно покраснел, обветрился. Сейчас в Петербурге идет что-то вроде снега с дождем. И я боюсь выходить на улицу. Там очень холодно. Очень сильно дует. Я живу на канале Грибоедова. Отсюда дует просто с канала ужасно. Вот. Ну, вид из окна, конечно, 10 из 10. В любом случае, эта мазь мне помогала не только в моем носогубном треугольнике. Я ей даже пару раз отчаяния намазал все лицо. И не стал ни в коем случае не делать это, если у вас проблемная кожа. Потому что вас может потом обсыпать масла достаточно тяжелые. И мне, тем не менее, она зашла, да. Конечно, не буду повторять эксперимент на все лицо. Но на руках все обветренную кожу она тоже неплохо восстанавливает. В общем, за 200 рублей какая-то супермась просто. Ну, в общем, не знаю, что еще сказать. Сейчас надо пойти как-то собраться гулять. Потому что уже 12 часов дня. И приехать в город и просто сидеть в квартире – это очень тупо. Нужно идти гулять, смотреть достопримечательности. Я уже успел очень много всего посмотреть, но еще не был в каких-то главных местах, главных музеях. Они мне запланировали на другой день. Снег опять пошел. В общем, не знаю, когда выйдет это видео, но на момент съемки это 26 марта. 26 марта у нас идет снег, канал Грибоедова полностью во льду и несчастные бабульки с пуделями, которые прогуливаются вдоль канала. Их просто сдувает очень мощными порывами ветра. И я смотрю на это из окна и не знаю, как выйти. Ну что ж, напишите, как у вас дела, чем вы сейчас пользуетесь, чем вы спасаетесь в такую погоду и что вы берете с собой в путешествие, если у вас планируется смена климата. Потому что для меня это все-таки была смена климата в Приморском, край, климат другой. Надеюсь, что это не причинило это видео вашим ушам большой боли. Надеюсь, что вы смогли его посмотреть. Большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Всем, кто мне напишет какие-нибудь приятные комментарии, потому что сейчас не хватает ни просмотров, ни подписок, ни комментариев, ничего не хватает. Ютуб медленно умирает. И пожалуйста, продолжайте проявлять активность, чтобы я не умер вместе с Ютубом. Всем большое спасибо и всем до встречи в следующем видео. Надеюсь, эту поездку мне удастся пережить. Всем пока.